Оперативное совещание в правительстве Республики Башкортостан на этой неделе было чрезвычайно кратким. Заняло оно чуть больше одного часа. Видимо, это было связано с тем, что параллельно в правительстве проходило еще одно мероприятие федерального уровня, и часть министров и участников совещания в процессе самого совещания покинули таковое. Но, тем не менее, Радий Фаридович сделал достаточно пространное вступление, в котором пытался охватить все события минувшей недели. Он сообщил о том, что начал работу оргкомитет по отмечанию 450-летия города Уфы. Правда, объекты, которые будут подвергаться реконструкции и строительству в процессе этой подготовки, все еще не определены. Но зато определены московские кураторы, и потихонечку процесс идет к моменту, когда будет происходить самое главное и самое сладкое, а именно обсуждение бюджетных ассигнований на этот замечательный праздник. Хабиров обмолился о том, что научно-образовательному центру Республики Башкортостан выделен новый грант или транш, я уж не знаю, как там назвать правильно, в сумме 128 миллионов рублей. И эти незначительные, по словам Хабирова, деньги будут потрачены непременно на развитие науки, на поддержание молодых ученых и так далее. Хабиров не сказал, вот это и есть результаты объединения вузов и вот этого страшного события, которое у нас тут гремело пару месяцев, или будут деньги еще. Но ощущение какого-то нехорошего послевкусия, конечно, тут появляется, потому что шуму, гаму, крику и принципиальных столкновений было много, а денег, оказывается, выделяют совсем немного. Не забыл поздравить с днем рождения своего друга-соратника Ростислава Мурзагулова. Хабиров поздравил его с 43-х летием. По этому случаю Ростислава допустили до оперативного совещания, хотя ранее уже много месяцев подряд он, в общем-то, не допускался на это мероприятие. Видимо, ввиду своей абсолютной ненужности и оперативной непригодности. Ну, в общем, в этот раз его позвали, Мурзагулов светился, кивал головой, бородой и был очень счастлив. Первым докладом, как обычно, был доклад о ситуации вокруг COVID-19. Максим Васильевич Забелин сообщил нам дежурные цифры. Это 37 574 заболевших по Республике Башкортостан по версии Минздрава. Забелин утверждает, что он уже привил 6,25% населения Республики Башкортостан, а именно 254 тысячи человек получили оба компонента прививки спутник ВИИ. И вообще в Республике сейчас применяется 3 разновидности отечественных вакцин. Ну, в общем, конечно, 6,25% за истекший период. Это, конечно, назвать грандиозным результатом нельзя, но ни шатка, ни валка процесс идет. Далее последовал доклад вот этих трех всадников апокалипсиса, но эксперименты с форматом оперативки продолжаются, и теперь к трем традиционным всадникам добавили четвертого, почему-то Фазрахманова, министра сельского хозяйства. Когда я об этом услышал, мне показалось, что Хабиров оговорился, но нет. На самом деле, вот этот вот обширный доклад был о ситуации в ЖКХ на дорогах, ЧАЭС и полевых работах. Но после того, как мы послушали доклад Фазрахманова, стало понятно, почему его добавили вот к этим вот вестникам плохих новостей. Ну, давайте обо всех о них по порядку. Ирина Александровна Голованова выразила уверенность в том, что жилищно-коммунальное хозяйство Республики в порядке. Несмотря на некоторое количество отключений горячей воды по городу Уфе и в некоторых других населенных пунктах, в связи с повреждением трубопроводов. Голованова утверждает, что все отключения плановые, об этом оповещают жители. Однако, вот в частности, жители Орджоникидского района мне сообщали о том, что никто никаких объявлений не делал, вода просто отключается, а местные управляющие компании достоверно не знают, до какого момента отключена вода. Ну, собственно, к этому, в общем-то, жители Уфы уже давным-давно привыкли. Виктор Михайлович Жульков сообщил в этот раз о статистике ДТП и гибели людей на дорогах. Статистика погибших на дорогах уже превышает на 10 скорбных единиц уровень и показатель прошлого года. А вот как раз-таки с прошлым годом, конечно, сравниваться не особенно корректно, потому что была пандемия и локдаун, но напомню, что Жулькову поставлена планка, которая должна быть еще ниже, чем в прошлом году, а по факту у него выше. То есть мы в очередной раз констатируем то, что ведомство не сможет исполнить завет Владимира Путина и ради Хабирова о том, чтобы добиться вот этих вот вожделенных 400 минус погибших за год на дорогах. На сегодняшний день уже погибло 130 человек по республике Башкортостан. Довольно тревожную статистику сообщил нам и Фарид Рефевич Гумиров. 386 пожаров случилось за неделю, два человека в них погибли, 19 лесных пожаров случилось в Башкирии, из которых два до сих пор еще не потушены, трое погибли при падении с высоты и также трое уже успели утонуть в водоемах республики. Ну то есть достаточно, конечно, многочисленные потери несем мы от всех этих факторов. Вот Гумиров нам об этом поведал. Ну и в конце доклада подобрались к Фазарахманову, который неожиданным образом был тоже включен в число вот этих вот бедоносцев. Становится понятно, почему туда включили Фазарахманова, потому что за унывным голосом Ильшат Илдусович поведал нам, что дела в сельском хозяйстве совсем плохо. Несмотря на то, что 97% посевных работ уже завершено, но в связи с тем, что установилась вот такая вот неимоверно сухая и жаркая погода, Фазарахманов констатирует уже достаточно обширную гибель своих усилий. Как он выразился, цитирую, «влага ушла, ЧС не можем объявить, так как нет полной гибели растений. Урожая не будет, будет в два раза меньше». Конец цитаты. Также Фазарахманов описывает ситуацию «будет очень сложно, в целом ситуация напряженная». Конец цитаты. Ну, о чем это говорит? Это говорит о том, что при маломальских осложнениях с погодой сельскохозяйственный комплекс Республики Башкортостан сразу же катится в тартарары. Несмотря на бодрые заявления о полной готовности техники, о полной оснащенности удобрениями и прочими вещами, о неимоверных объемах закупки там чего-то где-то в лизинг, о чем вот всю зиму рассказывал нам Фазарахманов, в итоге, значит, неделя-полторы сухой и жаркой погоды, и вот, как говорится, влага ушла, и ЧС не можем объявить. То есть, ну, понятно, что в Башкирии это зона так называемого рискованного земледелия, что очень много проблем и рисков, но все-таки не Казахстан, все-таки не Заполярье. Но, тем не менее, вот такие вот печальные прогнозы мы слышим от вице-премьера правительства Эльшата Илдусовича Фазарахманова. Третьим докладом шел доклад Хажина Айбулата Вакилыча, министра образования Республики Башкортостан, и доклад этот был о готовности к выпускным испытаниям и экзаменам в школах и средних учебных заведениях Республики Башкортостан. Айбулат Вакилович сообщил нам, что в общей сложности в этом году выпускается 19 тысяч школьников с чем-то. Из них примерно 4% не планирует поступать в высшее учебное заведение. Вот эта статистика, честно говоря, мне резанула слух, потому что, ну, вообще-то весь мир идет по пути увеличения массовости высшего образования. У нас в России идет процесс обратный. Несмотря на то, что, как бы, даже упрощают некоторые процессы, например, ОГЭ, это испытание, это экзамен, который сдают в 9 классе, теперь сдают только по русскому языку и математике, и никаких дополнительных предметов не нужно для этого. Несмотря на упрощение самой программы, на большую ее примитивность по сравнению с прошлыми годами, вот все меньше и меньше детей собираются идти в высшее учебное заведение. Тут, конечно, факторов много, много причин, но в первую очередь, конечно, на мой взгляд, причиной подобного является то, что престиж высшего образования катастрофически падает в Российской Федерации и в Республике Башкортостан. Дети не до конца понимают, что высшее образование связано каким-то образом с успехом в жизни. Не все в это верят, многие видят иные примеры, ну, в частности, видят, например, того же Айбулата Вакиловича, который, как бы, добился успеха вовсе не в связи со своим хорошим образованием или успехами на научном поприще. Четвертым пунктом оперативного совещания, повестки дня, был довольно любопытный доклад, который сделала госпожа Булчева Маргарита Дмитриевна, возглавляющая наше внешнеэкономическое ведомство по Республике Башкортостан, воссозданное с приходом ради Хабирова. Юное дарование рассказало нам о внешнеэкономической деятельности, а вернее, о промежуточных результатах этой деятельности в Республике Башкортостан в 2021 году. Я вовсе не иронизирую, когда говорю о том, что этот доклад был любопытным. Мне действительно было интересно узнать, какова структура нашего экспорта и вообще на чем он держится, потому что всегда очень много разговоров, что из Башкирии экспортируются огромные объемы продукции, и тара-та-та, там валюта и прочее, почему мы так плохо живем, когда мы так много экспортируем. Но на самом деле надо констатировать то, что внешнеэкономический оборот Республики Башкортостан более чем скромный. Экспорт в первом квартале 2021 года составил всего 860 миллионов долларов. То есть это валовая цифра, это не прибыль, это только общий объем экспорта, что составляет примерно 63 миллиарда рублей. Импорт существенно меньше, составил 165 миллионов долларов, что примерно равно 12 миллиардам рублей. Валовая сумма оборот нашего экспорта и импорта, то есть вся внешнеэкономическая деятельность, зафиксирована на уровне где-то около миллиарда американских долларов, ну и соответственно 75 миллиардов рублей. Структура нашего экспорта тоже любопытная. Держится она, по сути, на шести позициях. Предсказуемо и, наверное, всем очевидно, что в основной массе это топливно-энергетическая продукция, она занимает 38%, 24% продукция машиностроения, что, честно говоря, меня удивило. Я не знал, что четверть нашего экспорта это машиностроение, 20% продукция химической промышленности, 7,5% это продукты питания, что тоже, на самом деле, для меня было новостью. Ну и 10,5% это металлы, древесина и прочее. Ну вот по поводу экспорта продуктов питания я был удивлен, честно говоря, и по поводу 24% машиностроения тоже. Маргарита Дмитриевна поведала нам и направление, в которое вывозятся все эти богатства из Республики Башкортостан. В частности, на первом месте по получению нашей продукции находится предсказуемо Китай, это почти 200 миллионов долларов. На втором месте, как ни странно, находится Латвия, 85 миллионов долларов. На третьем Казахстан, на четвертом Белоруссия, на пятом Финляндия, на шестом Турция, на седьмом Сингапур, на восьмом Польша, Нидерланды на девятом, и на десятом месте находятся Соединенные Штаты Америки, в которой мы экспортируем продукции на 27 миллионов долларов. Примечательно, что по сути экспортом из Республики Башкортостан поставщиками продукции за рубеж являются всего лишь 12 крупных компаний по Республике. То есть ощутимые суммы экспорта осуществляют только 12 компаний. Из них примерно половина в этом году увеличил экспорт, а половина его уменьшила. Возрос экспорт у МПО, Башнефти, Стерельтамакского нефтехимического завода, ООО Сигма, который занимается экспортом зерна, Башкирской содовой компании. Вот эти компании увеличили объем экспорта. Упал экспорт у Газпром, Нефтехим, Салавата, Мечел в Белорецке, Башхима, Кроношпана и Салават Стекла. Собственно, вот весь список крупных экспортеров, которые вывозят и продают за твердую коронавертируемую валюту продукцию Башкортостана. В целом, Болочева говорит о том, что в Башкирии примерно 5000 предприятий обладают экспортным потенциалом, но не вывозят и не экспортируют свою продукцию за рубеж. Болочева сообщила нам, что она, стимулируя экспорт продукции за границу, потратила в этот период, в первый квартал 2021 года, 112 миллионов рублей. Это сумма поддержки экспорта из Республики Башкортостан через Центр поддержки экспорта, который был у нас организован по образу и подобию федерального центра. Также Болочева создала некую скорую экспортную помощь. Ну, что бы это ни было, видимо, это специальные люди, которые на газели выезжают на какое-нибудь предприятие и срочно организуют экспорт. 96 предприятий, по словам девушки, получили вот эту поддержку. Поддержка, собственно, это обсуждалось и ранее. Там говорилось о том, что Республика будет софинансировать, например, пилотные поставки продукции за рубеж, софинансировать участие в выставках зарубежных и так далее. В целом, конечно, это достаточно разумная политика, вопрос только в ее реликтативности. То есть соотнести рост экспорта не вот этих крупных, там, Салават Стекла или БСК, а именно новых импортеров с затратами, которые осуществляет госпожа Болочева, вот, в принципе, наверное, вот это и будет. Тем самым КПА и в конце года, когда можно будет понять, с толком ли она истратила вот эти деньги, правильно ли выбрала выставки, туда ли съездили наши потенциальные экспортеры и, ну, появился ли какой-то прирост этого экспорта. Ну, вероятнее всего, об этом мы достоверно не узнаем, но, по крайней мере, попытаемся. Маргарита Дмитриевна объяснила, что основной проблемой, вернее, двумя основными проблемами для экспортеров в Башкирии является их абсолютная неинформированность о том, что существует запрос на их продукцию в мире, ну, и там некая боязнь выхода на экспорт и так далее, и так далее. Она не упомянула о том, что, конечно, государство российское опутало все эти процессы таким количеством бюрократических условностей и сложностей, что зачастую, скажем, мелкому экспортеру и появляться на свет нет никакого смысла, потому что вывозить что-то за рубеж малыми партиями, это, конечно, обременительно и, пожалуй, что невыгодно. Кроме всего прочего, конечно, существует чудовищная конкуренция на рынке, и наши производители зачастую не выдерживают ее, не отвечают требованиям этой конкуренции. Что уж говорить там про вот эти крупнотоннажные наши экспортеры, которые, ну, по сути, являются во многих отраслях просто монополистами. Я говорю, например, про ту же соду, которая занимает ощутимое такое, заметное место в иерархии содовых производств всего мира, и, конечно, для нее найдутся потребители так или иначе, если сода, конечно, не начнет там какие-нибудь ценовые войны. Пятым докладом оперативного совещания был доклад о развитии рынка рекламы. Вообще, на этом совещании было довольно много экономики. Доклад на тему рекламы делал Ульчев Максим Владимирович, который сменил на посту руководителя ведомства, отвечающего за рекламу и СМИ, сменил он Бориса Мелкоедова. И вот господин Ульчев поведал нам, что же ему удалось совершить за истекший год. С печалью в голосе Максим Владимирович сообщил нам, что отрасль досталась ему, конечно, от Мелкоедова, прямо так скажем, в упадке. Две тысячи незаконных конструкций по республике, отсутствие схем размещения рекламных конструкций практически повсеместно, отсутствие внятных и понятных торгов на размещение рекламных конструкций, ужас-ужас и практически отсутствие поступлений в бюджет. Но Ульчев за год сделал почти невозможное. Он демонтировал 450 незаконных рекламных конструкций. Схемы есть теперь практически во всех муниципалитетах, кроме Сибая, который все еще не сдается и схему эту не принял. Всего Максим Ульчев утвердил по республике Башкортостан 3756 рекламных мест, из которых 1242 места находятся в городе Уфе. На данный момент Ульчев констатировал, что у него остались 304 незаконные конструкции, в том числе расположенные на заборах и экраны, но практически все эти конструкции находятся в Сибае или рядом с ним, вот в том самом мятежном Сибае, в котором Максим Ульчев так и не может навести порядок с рекламными конструкциями. Ульчев сделал программное заявление о том, что большинство нелегальных конструкций можно и нужно легализовать, потому что это добавит денег в казну. Тут я, конечно, соглашусь с Максимом Ульчевым, потому что действительно это добавит денег в казну. Про деньги Ульчев говорил издалека. Сообщил, что в 2019 году поступление от рекламных конструкций было 121 миллион рублей, в 2020-м 139 миллионов рублей, а в 2021-м он планирует получить 185 миллионов рублей. Цифры эти весьма скромные, прямо скажем, никак не бьются даже, скажем, с квартальными расходами самого министерства Ульчева, но, как говорится, с миру по нитке. Завершили оперативное совещание докладом на тему спорта, а вернее на тему физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Доклад делал Хабибов Руслан Тагирович, министр спорта и молодежной политики Республики Башкортостан. Собственно, я не против спорта, оздоровления, физкультуры, но когда я слышу о достижениях в этой области из уст таких людей, как Хабибов, конечно, у меня закрадываются смутные сомнения, правильно ли мы делаем, что тратим вот эти деньги, колоссальные деньги, которые он там озвучивал в своем докладе, на подобные мероприятия. Собственно, весь этот комплекс ГТО, такой атовизм советского прошлого, возродился у нас по странному стечению обстоятельств с 2014 года, ровно с того года, когда Крым внезапно возжелал вернуться в лоно Российской Федерации. В этот же момент, судя по всему, и возникла потребность от кого-то обороняться, быть готовыми к труду и обороне. И Владимир Путин своим каким-то распоряжением или указом возродил вот этот комплекс. Собственно, Хабибов отчитался о том, что Республика Башкортостан занимает всего лишь 33 место по Российской Федерации в рейтинге вот этого ГТО, пятое место в ПФО занимаем мы. В общем, это достаточно скромные результаты, если не сказать провальные. 28 тысяч человек выполнило этот норматив, что составляет примерно 7% населения. То есть, надо констатировать, что вовлеченность и интерес к этому всему у населения, прямо скажем, достаточно низкий. Это абсолютно, на мой взгляд, естественно и объяснимо, потому что нельзя войти в одну реку дважды, нельзя вот это все имитировать в советском стиле, не имея вокруг Советского Союза, да и в Советском Союзе, особенно в его поздней итерации, конечно, все это ГТО было абсолютной профанацией и Филькиной грамотой. Однако, 28 миллионов рублей господин Хабибов, как с добрым утром, готов положить на вот этот вот комплекс ГТО в текущем году. Ну, очевидно, что эти деньги уйдут на ветер, на содержание вот этих пунктов исполнения этого комплекса, вычислить какую-то пользу, получить какой-то реальный КПА от этой деятельности абсолютно невозможно, но можно отчитаться, можно рассказать о том, что увеличилось количество людей, вовлеченных в этот социальный, общественный, я не знаю, какой еще спорт. И немного о том, что не имеет отношения к оперативному совещанию, но, собственно, зато произошло в минувшие дни. В прошлой передаче мы довольно подробно говорили о ситуации вокруг строительной компании «Садовое кольцо», о дольщиках, которые достались ей в наследство от компании «Госстрой» Кирилла Бадикова, а там вот этой вот ситуации вокруг ЖК «Московский». И вот на этой неделе случилась такая история, что в ближайшие дни будет некое собрание дольщиков ЖК «Московский», на котором мы планируем побывать и поговорить с ними, записать интервью. Но, кроме всего прочего, на связь с нами вышли представители строительной компании «Садовое кольцо», предложили записать интервью, ответить на наши вопросы. Ну, я, честно говоря, всегда приветствую подобные инициативы, потому, наверное, к следующему выпуску, к субботнему, мы дадим материал вот о двух сторонах этой медали, о том, как видят ситуацию дольщики и как они воспринимают эту картинку, какие у них вопросы к строительной компании «Садовое кольцо», и о том, как строительная компания «Садовое кольцо» тоже видит эту ситуацию. И, честно говоря, меня радует вот эта перспектива и возможность взаимодействия с обоими сторонами конфликта, потому что, ну, чем больше информации, чем более имеет она, как бы, аспектов, тем, наверное, мы ее в полной мере будем давать вам и будем воспринимать сами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова